Добрый день господа трейдеры, спекулянты, те кто хочет заработать деньги на бирже собственным умом. С вами Академия Трейдинга и Инвестиций, меня зовут Гоценко Андрей и сегодня мы с вами разберем недельные сетапы Price Action, в том числе на валютах и на товарах, которые я торгую. Итак, перейдем на график. Первое, что мы будем смотреть с вами, это золото. Золото уже давно стоит на хаях и не хочет падать. Начнем мы с месячного графика, месячный таймфрейм, потому что сегодня у нас уже 3 апреля. Кто присутствовал 1 апреля на разборе недели уже знает примерно о чем я буду говорить. Но начнем мы с анализа месячных графиков и на месячном таймфрейме золото у нас дало пин-бар в рамках тенденции. Это фигура продолжения бычьей тенденции и для золота это не говорит о шортах. На недельках у нас в прошлой неделе закрылась нулевым баром на хаях через ГЭП. ГЭП, я напомню, в прошлой неделе был связан с выходом новостей из Америки, связанными с Трампом. Вот. И что самое интересное, чем больше цена сейчас здесь стоит на хаях, тем больше сверху у нас накапливается стоп-лоссов. Стоп-лоссов именно продавцов. И на самом деле это уже как бы подозрительно. Ну что ГЭП мы перекрыли только одним днем, следующее было откупное. Стоим на хаях и в этом случае стопы покупателей в этих наторговках с одной стороны находились за вот этим минимумом, который был обновлен в пятницу. Вот. И в пятницу у нас прошла очень сильная откупка. Вот она по золоту нами в американской сессии. И все, кто сейчас шортит, они будут ставиться за два экстрема. За этот и соседние. Котировки 12.61, 12.64. Интересное место на самом деле. Маркетмейкер может повести цену именно сюда. И потенциал здесь порядка 200 пунктов. При понимании того, что с пятничного минимума уже в эту пятницу скидывали стоп-лоссы. И это произошло и на Азии, и на Америке. Еще раз показываю. Пятничные минимумы здесь. Это Азия, это Америка. То есть сильные Миросио стали по лоям. В принципе, можно будет посмотреть в течение сегодняшнего дня, кстати. Аккуратненькие лонги от вот этой плотности, которую мы еще не пробили на Азии. И посмотреть с потенциалом на 200 пунктов. Вот на переходе. Аккуратненько. Где-то 1 к 10 можно глянуть. Следующий инструмент это нефть. Начнем с месячного графика. Месячный таймфрейм показывает у нас такой пин-барчик мартовский. Который наполовину выкупили. Вот это на фоне уровня 50. Так, сейчас проверим на флечах. Ну, на флечах там 47-50, да. На фоне вот этой ПС-ки он объективный. Этот уровень в рамках бычьей тенденции. То есть, те, кто торгует на месяцах, они будут стоять в лонгах. Соответственно, на этот хвост нужно опираться и работать дальше. На недельном таймфрейме у нас произошла откупочка интересная. Поглощение двух недель. И можно на этой неделе соткать и коловить лонги на повышение. Я думаю, сотку ему могут здесь дать. Не скажу, что там прям такой обвальный рост. Но это хорошая модель поглощения. Так же, как и здесь. Так же, как и здесь. Они хорошо стреляют по нефти. И мы можем на сотню-другую еще продолжить. Поэтому нефть можно смотреть в лонги. Дальше. Британец. Британца я на прошлой неделе закрыл в конце пятницы. Потому что не очень понравился мне пин-бар. Но мы начнем с месячного таймфрейма. Месячный тайм показывает у нас две месячные откупки. Декабрьскую и мартовскую. Напомню, что британец стоит вообще на исторических лавях. Он столько никогда не стоил. И многие пользуются этим делом. Она также пользуется поддержкой, которую оказывает британцу. И его новый премьер-министр Тереза Мэй. Вот именно она заряжала вот эти пины. Вот и британчик пытается расти. Месячки показывают на лонги. Да. Уровень 1.28, который я давненько анонсировал. Но до сих пор цена до него не дошла. Будет являться целевым по лонгам. Значит, на недельном таймфрейме у нас такой пин глубокий. Да. От 1.23. Собственно, от 1.23 до 1.25. Я в движение взял 200 пунктов. Сейчас не вижу какой-то такой сильной динамики. Но с отката до... Сейчас он на 25 стоял. Может быть, если даст еще 24, но... Хотя бы вот так. Я буду ждать именно продолжения бычьей тенденции по британцу. Ему, конечно, сейчас будет неплохо. Плохо ему будет падать. Потому что у него поддержка очень хорошая. Такая фундаментальная. Но дело в том, что бакс просаживается. Соответственно, слабеющий бакс может британчика вытолкнуть и дальше. На фоне его усиления чисто фундаментального. Поэтому я за продолжение до 1.28. Даже с 25 это будет 300 пунктов. И это очень сильная повязка, которая была в прошлом. Она может отработаться в легкую. Потому что поджимают уже британцы на неделях. Я об этом говорил много раз. И мы уже брали здесь кучу импульсов бычьих. Единственное, что новости по нему более-менее серьезные будут в конце недели. И он может, конечно, все это время тупить. Либо аккуратно идти и уже к новостям отстрелить до 1.28. То есть здесь угадать сложно. Нужно просто искать входы на более мелких таймфреймах. От тех же самых круглых уровней по британцу. Желательно, чтобы вы ориентировались на фьючерсные круглые уровни, а не на спотовые. Вот. И еврик. Еврик на месяцах показал нам такую вот козью морду, как говорил бывший советский генеральный секретарь. Получился пин-бар на месяцах. Вот этот пин-бар, конечно, никак не радует быков. Ну вот. Но, собственно, что их радовать, если мы закрылись с вами, да? От 1.05. От 1.05 до пробоя вот этих экстремумов двух мы закрылись. Я даже слегка перевернулся на закрытие ГЭПа. И то, что сейчас произошло, это, конечно, такая неприятность для быков. Вот. Поэтому на месяцах это говорит о слабости быков. То есть мы не сумели закрепиться над хорошей ПСКой 1.087 примерно. Не пробили ее, не закрепились выше. Это говорит, конечно, о слабости. Просто дернули отсюда стопы и цена просела. Вот. Поэтому можно перейти на недельный таймфрейм. Посмотрим, что здесь происходит. На недельках у нас, конечно, поглощение есть. Поглотили сразу две недели за одну. Что, собственно, не есть хорошо. Но, с другой стороны, с точки зрения инвестора, этот рынок такой он совсем не интересен. В состоянии неопределенности цена находится между уровнями. И на дневках все это дело не внушает оптимизма ни одним, ни другим. Поэтому я предлагаю вам Еврик отставить в сторону на этой неделе. И просто подождать, как он расторгуется. Если это будут шорты, тогда лучше подождать его под 1.05. Вот. Вот таким образом. Но если у Ланги, тогда ждать уже надо 1.087 примерно. И уже на тесте сверху спин-офф, поглощение, и уже идти дальше в космос. Но здесь он вообще не интересен, Еврик. Таким образом у нас складывается динамика по нашим четырем инструментам. Основные приоритеты на нефтяночку. Есть идеи по золоту, аккуратные идеи по золоту. По британчику с отката тоже на 1.28 можно прокатиться. В принципе на этом все. Обзор я выложу в раздел «Аналитика прогноза» либо «Эксперт». Он появится через часок в ленте публикаций. Здесь, кстати, есть и другие интересные публикации. И будет сегодня появляться. Также платформа, которую вы видели у меня на экране, называется «Акаде Форекс». Это новая брокерская компания, где я торгую и зарабатываю деньги. В принципе на сегодня все. С вами была Академия трейдинга и инвестиций. Меня зовут Гаценко Андрей. Всего доброго, удачи в торговле. И до встречи в четверг. Мастер-класс от меня, который будет проходить в 18.00. Тему вы сможете увидеть через некоторое время именно здесь, в середине нашего сайта. Вместе с названием и счетчиком до его начала. На сегодня все. Всем спасибо, удачи в торговле. До новых встреч. Пока.